Пожалуйста, со своей семьёй вы сказали, со своей бандой приехали. Вы пришли со своей бандой, со своё семейство. Спасибо большое. Я очень рад, что вы приехали и вспомнили про нас. Но все рады вам, что пришли и встретили за нас. Нас не так просто найти, у нас новое здание, у нас нет даже адреса. Не, лес надо не намерять, хоро-то. Да, кто ищет, кто всегда находит. Какой-то уиск на мир. Также я хочу и Дмитрия и Сашу Базикову, кто же поприветствует в нашем собрании. Я верю в то, что вы сегодня не случайно пришли, потому что у нас сегодня такая музыкальная тема. И верно, что не случайно сте дошли, защото днесем им музыкалную тему. Профессиональные музыканты. Два са профессиональные музыканты. Потому что у нас сегодня тема о поклонении. И тема моей сегодняшней проповеди. А кто-нибудь ещё первый раз пришёл? Вы из Молдавии, да? От Молдовы, имаме гостя. А как вас зовут? Из Молдавии. Сюда надолго к нам приехали? Отдыхайте. А только сегодня и потом обратно поедете? Ну, мы так же рады, что вы пришли к нам. Слава Богу. Ну, я хотел, конечно, отметить сегодня у нас такой, ну, я думаю, что заметили, что у нас такая музыкальная церковь. Их искал да отбележи, че днес можете да сте забелязали, че мы имеем музыкальная церковь. Сегодня мы пели одну песню. И не спехме една песен. Про Варну. За Варну. Слова написаны и музыка нашей Любови Владимировны Ивановой, концертмейстер, который стоял здесь за синтезатором. Она ненадолго вышла. Давайте мы ей похлопаем немного. Некое аплодирование. Такие у нас таланты. И сегодня у нас в группе прославления скрипка звучала просто невероятно прекрасно. Мы много талантливых хоров. Давайте мы тоже. Я сказал Сонеру, что он не Сонер, он Сонер, то есть, ну, такой на кораблях устанавливает, чтобы улавливал всякие звуки. Ну, так провозгласил, что в жизни Сонера, что он призван хорошо слышать голос Святого Духа. Но я тогда не знал, что у него еще и хороший музыкальный слух. Что он играет на скрипке. Ну, хорошо. Мы уговорили. Мы принимаем тебя в нашу церковь. Приемом это в нашу церковь. Можешь оставаться. Можно устанешь. Прямо в этом зале можешь жить. Можно живей, штука. Мы стульчики расставим, будете и спать, и сидеть здесь. Можно доспить и на стол. И прославлять Бога. Да, прославите Господь. Согласны? Ну, подумай, подумай. Помолитесь. Тема моей проповеди сегодня. Духовная война. Победа в поклонении. Это уже третья часть духовной войны. Мне надоело еще духовная война. Я открою первое место. И оно написано в Евангелии от Матфея. В четвертой главе. Я буду читать на русском. На проекте, или можно будет читать на болгарском языке. Это знаменитая история. Многие из нас ее слышали, читали много раз. Много от вас стечили, истечили много пути. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом, одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой своей. Иисус сказал ему в ответ, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Я обычно спрашиваю, вот можно с одной горы увидеть все царства мира? И всю славу их. И целая эта слава невозможна. Но мы были здесь на самой верхней точке Мусала, да это почти 3000. И мы оттуда не видели всех городов. Пока поднимались, немножко увидели 7, и то не все 7 рильские озера. Но я думаю, что и самое высокое там, например, Савереста, если смотреть, то вы там ничего, в принципе, оставляете. Обаче си мисли, че даже и от най-високата планина, ако погледнем от Эверест, нищо няма да видим. О чем это? Дьявол очень хорошо умеет рисовать картинки. Какие-то соблазни, какие-то изкушения. И он показал Иисус Христу богатство всего мира. И то я показывал на Иисус Христу богатство на целое святое. Слава всему миру. И слава-то на целое святое. И говорит, все это будет твоим. И то я показывал, всичку твачьте и твое. Если что? Ако какво? Если поклонишься мне. Ако се поклонишь на мен. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Скажи аминь. Это Библия, это Слово Божие. И вы знаете, здесь сокрыт очень важный, мощный стих. И только скрыт один много важен стих. Мощнейшая истина. Одна много мощная истина. Я спрошу вас так. Когда отошел от Иисус Христа дьявол? Именно тогда, когда Иисус Христос заговорил о поклонении. Господу Богу одному служи и ему поклоняйся. И вы знаете, это очень страшная истина для дьявола. Иисус Христос ему просто что-то напомнил. Иисус Христос просто ему напомнил нечто. Вы знаете, все существа на земле. Че всички существа на тази земля. И особенно ангелы, архангелы, хирувимы и серафимы. Най-вече ангелите, хирувимите, серафимите. Они изначально были созданы для поклонения. От самото начало са были созданы за поклонение. Для поклонения. За поклонение. Это так или нет? Така ли е. И сатана, который в прошлой жизни, можно так сказать, да, образно, был хирувимом осеняющим. И сатана, который в минале сей живот, така можно сказать, был хирувим. Он был создан для поклонения. И был создан за поклонение. Для поклонения кому? За поклонение на кого? Единому Богу. На единственный Бог. Но что с ним произошло? Вот такой осеняющий хирувим. Руководитель хора. Очень музыкальный. Он сам ходил средь огнистых камней. На нем были драгоценные камни. Изнутри он светился. От него исходила такая светомузыка. Это прообраз современной цветомузыки. То есть он вот был таким. Но потом сердце его возгордилось. Потому что он был на самой невероятной высоте. И он захотел, чтобы поклонялись не Богу единому. А поклонялись кому? Ему. Сатане. И потом произошла война на небе. И архангел Михаил. Воевал против дьявола. И можете себе представить, что Сатана увел третью часть ангелов. Для меня это просто, вы знаете, одна из таких тайн в Библии. Вот как можно было убедить третью часть. Это немалое число. Потому что их там легионы. Сонмище. И третью часть Сатана убедил. Больше не поклоняться Богу. Овече да не се поклонят на Бога. А поклоняться Ему. А да се поклонят на Него. И эти ангелы стали кем? И тези ангели са станали демонами. Это падшие ангелы. И поклоняются они сегодня дьявола. И здесь Иисус Христос говорит Ему. Господу Богу одному поклоняйся. И Ему одному служи. И что-то такое, знаете. Я думаю, что тогда до дьявола что-то начало доходить. И тогда дьявол започнет да се сеща за нечто. Кто перед Ним стоит. Вы знаете, теологи утверждают. И теологи утверждают. Что до конца дьявол даже не понимал, кто такое Иисус Христос. Не понимал. Кто это? Он хотел Его уничтожить. Он хотел сбросить Его с храма. Он хотел Его искусить. Он подумал, что это легко. И начал предлагать Ему разные такие соблазны и искушения. Но когда Иисус Христос заговорил о поклонении, Дьявол что-то начал доходить. Он что-то начал ощущать. Он посмотрел направо и налево. И видит, что ангелы Божие приближаются. Для чего они приближаются? И Дьявол становится очень неуютно. И на Дьявол ему става некомфортно. Так, Иисус, что-то мне здесь как-то некомфортно. Я пошел, пожалуй. Потому что я смотрю, там Архангел Михаил появился. С двумя третьими ангелами. И он меня когда-то уже поражал. Поэтому здесь как-то мне... И вы знаете, Дьявол уходит. И приходят ангелы Господни. И начинают служить кому? Начинают служить Иисуса Христу. Вы знаете, Иисус Христос тогда что-то показал Дьяволу. Иисус Христос тогда показал нечто на Дьявола. Он немножко дал пережить Дьяволу, кто перед ним стоит. Той давал на Дьявола да преживее, кой е застанал пред Него. Просто одно какое-то, знаете, прикосновение, какая-то догадка мелькнула. И едно докосване. То есть Дьявол малко се усети, кой е застанал пред Него. Для князя Тимы. Князна тъмнината. Иисус Христос показал частичку света. И на Него Христос му показва една частица от светлината. И знаете, Слово Божие говорит, куда свет приходит. И Божието Слово казва, че където идва светлина, оттуда всяка тьма уходит. Оттам се маха цялата тъмнина. И свет пришел в этот мир. И светлината идва в този свят. И тьма не смогла его объять. Как физики утверждают, что это сказал Эйнштейн. Физицики казват, че Эйнштейн го и казал. Что тьма – это всего лишь отсутствие света. Че тъмнината е само липса насветлина. И что ад – это то место, где Бога просто в конечном итоге, да? Бог может ради Иисуса Христа Он и туда сошел. Но в конечном итоге, это место не предназначено для Бога. Ад – это то место, где собраны личности, которые приняли решение жить без Бога. Еще раз повторяю эту мысль. Атеисты не верят в Бога. И идут в то место, где Бога нет. По своей вере. Это вера. И това е вера. Но лучше верить в Бога, правда? Как в притчах написано. Сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Атеизм – это форма безумия. Атеизм – это форма безумия. Твоя форма безумия. Поверили в то, что Бога нет и просто обезумили. Го няма, вие просто поводявате. На самом деле Иисус Христос, знаете, вот просто помыслите вот над этим стихом. И помыслите над този стих. Отойди от меня Сатана. Махни се от мен Сатана. Ибо написано. Защото пише. Господу Богу Твоему покланяйся и Ему одному служи. Само на Господа си покланяш и на Него да служиш. Но кто пришел на землю? Обаче кой идва на земята? Знаете, истинно говори, что перед Сатаной стоял сам Бог. Истинно така, что перед Сатаной беше застанал сам Бог. И вот первый раз, вот первый раз вот в таком обличии. За пръв път в този облик. Это тайное благочестие. Това е тайно благочестие. Бог явился во славе. Господь си являл в слава. Показал себе ангела. И се показва на ангеле. Так написано. Така пише. И вы знаете, на самом деле, дьявол находился в очень опасной ситуации. И дьявол се намерил тук в много опасной ситуации. Вот и слава Богу, что Иисус Христос, Он пришел даже не для этого. И слава Бога, че Иисус Христос не идва за Тану. Он пришел для человека. Чтобы спасти всякую душу. Если это возможно. Потому что написано. Бог не желает смерти грешника. Но желает всех привести к покаянии. И Бог себе кого-то ищет. Вот кого Бог ищет? Вот не написано, что Бог ищет сильных. Бог не ищет талантливых. Бог не ищет каких-то, ну, просто вундеркиндов. Кого Бог ищет? Написано, Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в духе и в истине. Вы знаете, на самом деле это правда. И това истина. Поклонение человека, оно очень сильно отличается от поклонения ангелов. Архангелов. Херувимов. И серафимов. По предназначению. Потому что Бог сотворил ангелов для поклонения. Но человек это что-то другое. Никогда Бог не возводил на такую высокую грань. Никакую живую сущность, ни на земле, ни на небе. Он создал человека для общения с собой. В святая святых. В святая святи. Куда написано? Където пише. Даже ангелите не можат да проникнат. Вы слышите меня? Не могу туда даже проникнат. Там, где человек может общаться в святая святых. Там, где человек может общаться с Богом Богом. С Бога на Боговете. Вы со мной сегодня? Открыл следующее место. Следующее место. Оно очень важное. Много и важно. И оно написано во 2-я книга про Липоменон. 2-я книга про Липоменон. 20-я глава. 2-я глава. Вот сто раз повторю это слово. 2-я книга про Липоменон, 20-я глава. С первого стиха. Вот второй стих. После сего я буду читать, это очень важная глава, вы сегодня, прочтя эту главу, что-то должны понять, что-то должны уловить. Это очень важная глава, которую я прочитаю, я не знаю, что-то разберете. После сего Мавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитская, пошли войной на Иосафата, то есть на Израиль, на тогдашнего царя. И пришли, донесли Иосафату, говоря, идет на себя множество великое заморье из Сирии. И вот они в Хатсацион Фамаре, то есть в Энгидии, и убоялся Иосафат, и обратил лесов взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи попросить помощи у Господа, и все городов иудеиных пришли они умолять Господа. Вот я недавно узнал, что у нас вся молодежка вошла в пост. Аснаскоро разбрахчу всички, тени молодежи, совлезли в пост. Это очень хороший признак. Твой много добрый признак. Это вот то, что как раз-таки смиряет и сокрушает. Това е нечто, което смирява и сокрушава. И вводит человека в поклонение. И вовежда человека в поклонение. И стал Иосафат Савране иудеев Иерусум Линлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал, Господи, Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость. И никто не устоит против тебя. Никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже, наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, если придет на нас бедствие, запоминайте, это важно, потому что никто из нас не застрахован. Бог не сказал нам, что будет легко. Мы будем проходить через испытания, через гонения. Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом всем и пред лицом твоим, ибо имя Твое в доме всем, и возовем к тебе и в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне вот аманитяне, мавитяне, обитатели горы Сеира, через которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не устребили их, и вот они платят нам тем, то есть неблагодарные, то есть не заценили, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, который Ты отдал нам. Божий наш, Ты, суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. И все иудеи стояли пред лицом Господнем, и малы дети их, и жены их, и сыновья их. Тогда на Ио Зеила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеила, сына Матфании, левитой сынов Асафовых, сошел дух Господний среди собрания, и сказал он, «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима царь Иосифат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война». Слышите? Не наша война. Это и сегодня так же. Это и сегодня так же актуально. Это не наша война. Скажи, это не моя война. Это не наша война. Это Божья война. Твой бой – это на Господа. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины предпустыней Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте, смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. «И преклонился Иесафат лицом до земли. И все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Ему». Поклониться Господу. Они Ему поклонились. Они упали ниц. То есть поклонили пред Господом. «И встали левиты из сынов Каафовых и сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким». Кто-то уже начал хвалить Господа. «И стали они рано утром и выступили в пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иесафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу нашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов. Кого Иесафат поставил перед своим войском? Певцов. И поставил певцов Господу, чтобы они в каком состоянии? Не просто талантливые певцы. В благолепии святыни. Слышите, в чем отличие профессиональных музыкантов от профессиональных Божьих музыкантов? В благолепии святыни. И что происходит? Чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славили и говорили, «Славьте Господа». Мы поем периодически эту песню. Я бы хотел, чтобы сегодня, если возможно, нам ее спеть, как такое пророческое действие. Помните, да? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостиво». Потрясающая песня. Это вот песня, взятая из этого места. Это песня победы. Твоя песня-то на победа-то. Это победа, которая произошла во имя Господа. Победа, которая произвела в имя Господа. Когда они покончили с жителями Сиера, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне, взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосифат, и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли снести. И три дня они забирали добычу, так велика была она. И в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему называют то место долину благословения и до сего дня. «Пошли назад все иудеи, иерусалимляне, и Иосифат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И перешли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосифатова». Слышите? «Спокойно стало царство Иосифатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон». Скажи Аллилуйя. Скажи Аллилуйя. Что сделал Израиль? Какой правит Израиль? Они обратились к Богу. Если вы были шутком Господь. Послушали своих пророков. Слушать свой эти пророции. Послушали Духа Святого. И получали очень мощное откровение. Выставить впереди свое войско не воинов. Не конницы. Не какие-то мощные орудия. Они выставили певцов. Которые пели в благолепии святыни. Кои-то пеют в великолепието. Узнаете, какое самое привилегированное положение? Еще более точно кто? Какие из ангелов? И кои от ангелицы имат на най-високу ниво в херархият? Какие из ангелов находятся в самом привилегированном положении? Кои от тях са най-прилегировани? Я уже перечислал, да? О том, что вы можете в энциклопедии посмотреть. Может быть, в энциклопедии да погледните. Прогуглите эту тему. Иерархия. Иерархия. Ангелы, архангелы. Ангели, архангели. Херувимы и Серафимы. Херувимы и Серафимы. Еще в энциклопедии описывается сила и воинство. О, что все описывается сила и воинство-то? И вот такая иерархия. И такова иерархия. Я открою место пророка Исаия. Место пророка Исаия. Что он там увидел? Какое видел там? В шестой главе. Шестая глава. С первого стиха написано. Первый стих пишет. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. И вокруг него стояли кто? Кто такие Серафимы? У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. Двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. И вот так вот продолжается просто вечно. Вечно поклонение. Они только говорят. Там на небесах. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. И больше они ничего не делают. Ничего не делают. Они только поклоняются и славят. И вы знаете, вот серафимом нет нужды воевать, потому что они знают определенно и тайно, че достаточно поклоняться Богу, достаточно находиться в Его присутствии. И вы знаете, это реально очень важно. Истинское поклонение идва тогава, когда ты понимаешь, кто такой Бог. Потому что если ты не понимаешь, кто такой Бог, то твое поклонение няма да е достойно. Оно будет извращено, оно не будет доходить до небеса, потому что нет понимания, кто такой Бог. И същото нечто и с Иисус Христос, някой приема Иисус Христос за човек. Мусульмане трактуют так, что вы можете прочитать это в Коране, а то, что Иисус Христос это был обычный человек. И что подтасовка такая произошла. Что на самом деле Он не воскрес. Че Той не е воскреснал в сущность. Его выкрали из гробницы. Него са го изкарали от гробницата. И похоронили где-то в тайное место. И са го погребали в тайное место. Это написано в Коране. Така го пиша в Коран. Я уже об этом проповедовал. Что это? По-нашему это ересь. Ну, кстати, это также и в Евангелиях. Частично описывается, что фарисеи повелели распространить такую ложь о том, что приходили ученики и выкрали тело Господне. Ну, это понятно почему, да? Потому что фарисеи, у них были свои цели. Защото фарисеи си имали свои цели. Когда мы верим в то, что Иисус Христос это был просто обычный человек. И когато ние верим в то, что Иисус Христос е самообикновен человек. Какое поклонение у нас? Какво не е поклонението? Поклонение, оно сразу уходит. Поклонението веднага се заминало. Потому что кому кланяется? Защото на кого да се покланяем и това? Иисус Христос был хорошим, но человеком. Он может быть талантливый был, хороший учитель. Но он меня не может спасти. Потому что он самого себя не смог спасти. Там, на Голгофском кресте. Если верить в то, что Иисус Христос это просто человек. Но я сегодня хочу сказать. О том, что Иисус Христос это не просто человек. Но мы евангелисты говорим. Иисус Христос был 100% человек. И Он был 100% Бог. 100% человек. И 100% Бог. Я просто вам напомню Евангелие от Иоанна. Там написано, кто такой Иисус. В первой главе. С первого стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было кто? И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И все, что начало быть. Начало быть через Слово. И ничто не начало быть. Что не начало быть через Слово. Слышите, да? Вот очень важно уловить вот эту истину. Потому что она фундаментальна. Почему? 14 стих говорит. И вот это слово, у которого Божье слово, у которого нет ни начала, и конца у этого слова нет. Оно предвечное. Посредством этого слова Бог и веки сотворил. Все видимое и невидимое сотворено посредством Христа. Вы сотворены посредством Христа. Этот воздух сотворен посредством Христа. Стулья эти сотворены посредством Христа. Пол и потолок сотворены посредством Христа. Вся природа сотворена посредством Христа. Моря сотворены посредством Христа. Вы слышите меня? Это истина. И твоя истина. и это Слово стало плотью и обитало среди нас полная благодать и истины. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын вот как более расширенный период говорит единственно рожденный подобным образом. Никто так не рождался. Никто. И никогда. И никогда уже не родился. Как родился Иисус Христос. Потому что Он был рожден от Дева Мария от Девственница Мария и от Святого Духа. И это было сверхъестественное означание. И это было сверхъестественное рождение. Можешь сказать на это аминь? Он был и человеком и Он также был и Богом. Я обычно эту истину объясняю очень просто. Тази истина обикновенно я объясняю много лет. Практически невозможно понять идею о Три Единстве. Если ты не поймешь закон о математике. Знаете, вот закон о умножении он очень уникальный. Никогда не пытайтесь сложить Бога. Никогда не се упитывайте будет один. Вот несмотря на то, что мы его называем Бог Три Единый. Вот такого термина в Библии как Три Единый Бог его не существует. Перечисляйте, что на небе прибывают Три, Отец, Сын и Дух Святой. Отец Слово даже так написано еще более точно. Отец Слово и Дух Святой. Потому что Слово это сущность Иисуса Христос. В книге откровенно написано имя у Него на боку, да? Было написано. Какое имя? У Иисуса Христа имя Слово Божие. Это Его натура. Это Его природа. Но вы знаете, я обычно объясняю так, что вот есть Я и у меня есть слова. И у меня есть мой человеческий дух. Придет время, я умру. Мои слова забудутся. И Дух мой вернется Господу Бога, который меня создал. Но так или не так? Я имею начало и я имею конец. Но когда мы говорим о Боге, там все меняется. Вот я сейчас говорю об одном мне и во мне есть Слово и во мне есть мой человеческий дух. Но у Бога что другое? У Него нет ни начала и у Него нет конца. У Его Слова, Слова Божьего, нет ни начала и нет конца. У Духа Божия нет ни начала и нет конца. Он вечный Бог. Он все создал. Знаете, вот нам в мединституте на кафедре философии задавали такой вопрос. Сразу скажу, что это такая, ну как научным термином, это туфтология. А может ли создать Бог камень, который Он не сможет поднять? Може ли да создаде Господь камень, который он не может да вдигни? Очень глупый вопрос. Много глупов вопрос. Ну это такой атеистический вопрос, чтобы доказать, что Бога нет. Атеистический вопрос, за да се докаже, че Бог Го няма. Это вопрос без ответа. Вопрос без отговора. Вопрос с такой ловушкой. Или вопрос, какого камня. Потому что, если ты ответишь, что, ну, наверное, Бог не может создать такой камень, тогда какого-то Бога, а если Он может создать такой камень, который сам не может поднять какой-то Бог, что не может поднять камень, то какого-то Бога, то есть везде ответ отрицательный. Ну и студенты вот так, ну, все мнутся, да. И мне приходилось каждый раз вставать, ну, просто, ну. И все сразу поняли, что я верующий. Я говорю, о чем вы вообще говорите? Я с Гиппитом, за какого говорите изобщо? Это всемогущий Бог. Он все сотворил. Он может все сотворить, все опять уничтожить, и опять все сотворить. Не шутите с Ним так. То, что вы говорите, это можно смело назвать богохульством. У вас нет страха Божьего. Вы не боитесь Бога. Но поверьте, что человек посеет, то и пожнет в конечном итоге. Аллилуйя. И вы знаете, я когда-то читал апокрифическое Евангелие от Филиппа. Евангелие от Филиппа. Оно не вошло в канон, потому что, ну, канон когда-то решил, что там есть какие-то небольшие такие отклонения. Но в этом Евангелие написано очень интересная мысль. Обаче в твое Евангелие се описано много интересная мысль, где Филипп пишет, что срублю дерево, и там ты, Господи, и там сети, Господь. Возьму камень, и там ты, Господи, и там сети, Господи. Господи, Иисус Христе, Ты есть полнота, напълняющая все во всем. Ты си полнота, която напълва всичко. Все от Тебя, к Тебе и Тобой движется и существует. И всичко от Тебе и от Тебе се движи и существует. Мы иногда, ну, реально, вот, благодарны родителям за то, что они нас родили. Ну, вот они настолько родили. А Бог нас соткал во чреве наших матерей. И мы Его не хотим благодарить. Мы не хотим Его знать. Понимаете, о чем я? Не хотим знать Бога, который нас соткал. Вот такими. С руками, с ногами, с глазами, которые хорошо видят. До сих пор ученые не могут создать столько пикселей, которые в человеческом глазу. С ушами, которые так слышат, что... Понимаете, о чем я? До сих пор головно мозг человек это такой компьютер, и човешкия мозък это таков компьютер, который, я думаю, что никогда на Земле не создадут такой компьютер, который Бог создал. Никогда на тази Земля няма да создат подобное нечто. Я работаю периодическим массажистом. Някого работя като массажист. И нам вот недавно предлагают приборчик, который массаж делает. Които правят массажи. Знаете, я обычно что в таких случаях отвечаю? Вот не придумывайте вы, не придумывайте вы, ученые, никогда такого прибора, который бы делал массаж лучше, чем человеческая рука. Талантливая, помазанная человеческая рука Божьего массажиста. Который может вот так наложить на себя руку, и ты получишь исцеление от любой болезни. Если помолишься, если веришь в это, потому что написано, верующих будет сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и будут здоровы. Даже молиться иногда не надо. В моей практике были такие случаи. Не успел помолиться, просто положил руку. Вот который торчал вот так, бам, состал на место. Женщина, которая пришла, и вот, ну, просто вот, я просто к ней прикоснулся, понимаете? И у нее позвоночник сверху донизу, вот так. И просто позвонки встали на место. И я говорю, женщина, вы понимаете, что это не я? Потому что я к вам только прикоснулся. Я, конечно, массажист. Я реабилитолог. Я могу делать даже китайский массаж. Но то, что сейчас произошло, я не могу делать. Это Бог. Но я просто поступил, как написано. Просто положил руку. Слава нашему Богу. Я открою последнее место, я буду заканчивать. Вы осознаете, насколько важно поклоняться Богу. Какую победу это может дать вам, лично вам. Вы знаете, задача дьявола в духовной войне, и иногда просто это, ну, на самом деле, так смешно. У дьявола только одна задача. Отвлечь вас от поклонения. Разозлить вас. Вывести вас из покоя. Вывести вас оттуда из святая святых. Понимаете? Там, куда даже серафимы не могут проникнуть. Вот они там хлопают крыльями, да, летают. Но они туда не могут проникнуть. Там, где мы благодаря Иисус Христу, благодаря тому, что Он омыл на Своей святое крови, и завеса в храме разорвалась. И мы написаны с дерзновением, с дерзновением, можем ходить во святая святых Бога, куда ангелы, Херувимы, Серафимы, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, не могут туда зайти. Ты можешь зайти туда. Потому что ты омыт кровью Единородного Сына Иисуса Христа. И оценить это просто невозможно. Но невозможно это оценить. Какую победу мы имеем во Христе Иисусе. И вот задача дьявола выдернуть тебя из того покоя, и задача на дьявола е да не искара извън този покой. Дать тебе злобу. Да тебе даде злоба. Раздражение. Ненависть. Мраза. Непрощение. Непрощение. И так далее. Да дела плоти. Делата на плота. И каква победа нас ждет, когда мы это осознаем. Когато го осознаем. Какая победа? Каква победа? Осознание того, что мне надо быть там. Осознание на то, что я треба да съм там. И если я хочу иметь победу, мне надо там. Аз трябва да съм там. Как Иисус Христос обещал нам. Както Иисус Христос не обещава. Это его обетование. Това е неговото обетование. И дам вам мир. И этот мир да будет совершен. И този мир да будет совершен. И этот мир у вас никто не сможет отнять. И този мир никой не может да ви отниме. Никто. Даже этот вор, край. Даже и този крадец. Да. По-болгарски. Крадец. Хорошее слово. Потому что дьявол приходит для того, чтобы украсть. За чтото дьявола идва за да открадне. Убить и погубить. И да погуби. Он приходит, чтобы тебя в первую очередь выкрасть оттуда. И идва най-напред да те открадне от нас. От состоянието на поклонение. И состояние самого близкого интимного общения с Богом. От состояние на най-интимното общение с Богом. С Богом богов. С Богом на боговете. С Господом господствующим. С царем царей. Последнее место. Последнее место. Книга Деяния. Деяние. 16 глава. 16 глава. Я думаю, вы помните это место. А в смысле, чести госпомните? Когда Павел и Сила попали в тюрьму. Куда Павел и Сила попадали в затвор. Очень мощное место. Много мощного мяса. С 22 стиха. 22 стих. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им, много ударов вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, что они делали? Воспевали Бога. Вот кто-то из великих композиторов, Бетховен, он говорил такую фразу. Бетховен оказывал. Величайшая музыка. Най-Великая – это музыка. Это поклоняться Богу. Это, если поклоняешься Господа. Все остальное. И всечко устануло. Все остальное музыка. Всечко устануло музыка. Это жалкое блеяние козлов. Это жалкое блеяние на… Это выражение Бетхобена. Я ничего не придумал. Самая величайшая музыка. Она рождается в поклонении нашему Богу. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали, и не написано даже, воспевали Богу. Написано, воспевали Бога. Это что значит? Они пели Бога. Они пропускали его через себя. Они воздавали такую славу и такую хвалу. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились те двери, и все узы ослабли. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умерцвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, в трепетии припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои!» Смотрите, как ситуация поменялась. Только вчера он их бил, калашматил палками, да, плевал им в лесу. Вчера я бил с палки и гиплюл. Заключил их там, забил ноги в колоду. И по приказу начальника он крепко, ну что значит крепко? Ну со всякими вот этими строгими там, какими-то мерами, да, унижениями и оскорблениями. А теперь он восклицает к ним, «Государи мои!» Что мне делать, чтобы спастись? То есть он сразу понял, да, что эти люди, они обладают какой-то колоссальной силой, и они могут указать ему путь ко спасению. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно окрестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовались со всем домом своим, что уверовал в Бога». О чем я сейчас прочитал? Какво прочитал сега? Я прочитал о Великой Победе на Сангелии. Вот Слово Божие говорит, небеса ликуют. Божието Слово указывает, что небеса ликуют. Небеса радуются. Те се радуют. Если хотя бы одна душа покаялась. А поне една душа се покая. Даже об одной кающейся душе. Даже за една разкаиващася душа. На небесах происходит такая невероятная радость. На небесах има невероятная радость. Сомма ангелов радуется и ликуют. Много ангели се радуют и пеют. Те, которые уже во спасение радуются и ликуют. Величайша победа. Человек просто принял решение жить с Богом. Когато човекът приема решението да живее с Богом. Жив в Его присутствие. И входить во святая святих Бога. Потому что човек именно для этого предназначен. Только в этом човек находят и найдет удовлетворение. Скажи Амин. И Евангелие дает нам такое мощное оружие. Павел и Сила в тюрьме находясь в затворе. Скажи честно, если бы ты попал в такую ситуацию. Захотелось бы тебе воспевать Бога. Радоваться. Да се радовате. Подумайте над этим. Какая сила нужна? Сила веры. Эти двое начали воспевать. Обаче тези двама започват да пеят. Воспевать Бога. Да пеят към Господа. Ходить в Его присутствие. Написано, что мы строим на самом деле престол. И пишет, че не строим престол. Своей хвалой. Через своята хвала. Когда мы истинно поклоняемся, Бог всегда приходит. Когда мы истинно поклоняемся, Бог всегда ищет и находят. Потому что Он ищет себе поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и в истине. Непрестанно ищет. Это Его люди. Это те люди, которые Он просто обожает. Он приходит в эту хвалу. Он приходит в это поклонение. И вы знаете, что происходит? Самое главное происходит. Приходит полнота Божества. Приходит Шихина. Приходит Шалом. И что дьявол вынужден делать в таких ситуациях? Когда приходит Бог. У Туякова написано смиритесь прежде под крепкую руку Божию. Пише Яков, че трябва да се смирим пред Божия. И противостаньте дьяволу. И что дальше написано? И какво пише нататък? Дьявол просто бежит. Че дьявол просто бяга. Он просто бежит из-за этого присутствия. Той бяга от това присутствия. Потому что дьявол тоже боится Бога. За чтото той се страхува от Бога. И бесы веруют и что они делают? И бесовите веруют и какво правят? Они трепещат. Те треперят. Они не боятся тебя. Те не се страхуват от тем. Они не боятся нас. Не се страхуват нас. Но они боятся Бога. Обаче се страхуват от Бога. И нам надо всегда это помнить. И не трябва да го помним. И всегда помнить о том, что Его сила и полнота и мощ и шехина приходят тогда, когато мы по-настоящему покланяем Семя. Когато се покланяме истински. Като на един Бог. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Мне очень важно было сегодня донести эту мысль. В большей степени кто такой Иисус Христос? Иисус Христос есть Божие Слово. Иисус Христос е Божието Слово. Я просто повторю эти мысли. Аз просто ще повторя тези мысли. И Он ест Сам Бог. И Той ест Самия Господ. У Пророка Исаия в 9 главе е написано Его имена. И Пророк Исаия пише Негови имена. Что младенец роди са нам. Че ще не с роди младенец. И нарекут Ему имя. Бог крепкий. Господ силен. И вот это сочетание слов. Оно просто потрясающе. Отец Вечности. Отец Вечности. И вы знаете, я через Библию открыл. И аз через Библия открыл. Что Бог создал это время. Че Господ е создал времето. Но Бог не только время создал. Обаче не е создал само времето. Бог так же создал и Вечности. Обаче и Вечности. Через Иисуса Христа. Через Иисус Христос. Иисус Христос назван Отцом Вечности. Иисус Христос се нарича Отец на Вечности. Кто меня слышит? Как вы думаете, это важно ли? Това важно ли? Иисус Христос покланяться Ему как Отцу Вечности. Он создал Вечности. То есть создал Вечности. И где ты будешь пребывать? И къде ще прибудваш? Или вечно будешь пребывать в Аду? Дали ще си Вечно в Ада? Потому что ты веришь, что Бога нет. Защото вярваш, что Бога Няма. Или ты придешь на небо и будешь пребывать Вечно с Тварцом? Или ще утиреш в небето и ще прибудваш Вечно с Отец? Потому что когда-то поверил Иисус. Защото някога си поверил в Иисус. Который е единая истина. Который е единствената истина. И который сказал правду. И той който е казал истина. Никто не приходит к Отцу. Как только через меня. Я ес им путь. И истина. И жизнь. Скажи на это Аминь. И знаете, я сегодня... А мы сможем эту песню спеть? Можете ли спеем таза песня? Да. Я хочу вам предложить. Я благодарен Богу, что когда-то я уверовал через старую 50-скую церковь. Някога повервах через старая 50-сетна церква. И когда я пришел туда. И когда я отидох там. Там была одна мощная команда. Там имаше много мощен экип. С которой чуть позже мы создали церковь. Она тогда называлась, кстати, Благая Весть. По-късно с тях создавахме друга церква. Казваше се Благая Весть. Потому что у нас сегодня гости с Благой Вести с Риги. Днес имаме гости от Рига. От Благата Весть. А в Казахстане тоже было большое религиозное объединение. В Казахстане също имаше едно религиозное объединение. Которое так и называлось Благая Весть. Когда я пришел в эту церковь. Когато отидох в тази церковь. И проповедник тогда проповедил. И тогава имаше проповедник. И я рассказывал уже эту историю коротко. Аз вече ви рассказывал тази история. Что когда я зашел в этот зал. Когато влязох в залата. Я вдруг почувствовал, пережил, что я пришел домой. Изведнеж усетих, че попаднах в къщи. Домой пришел. Такой мир в сердце. И имах такъв мир в сердцето си. И я сел на заднее сидение. И отидох отзад. Слушал какого-то проповедника. Он был в возрасте. Но он так неистово проповедовал. И толкова сильно проповедваше. Просто со слезами на глазах. Съзите на очите си. Это было такое сердце. И в конце служения он призвал людей к покаянию. И Дух Святой меня тогда просто поднял и побудил меня. И я вышел вперед. И този проповедник мне сказал. Ты хочешь покаяться? Да, я хочу. Я тогда даже не мог говорить, потому что слезы уже залили мое лицо. Я что-то вот такое. Да, да, да. Я был страшным грешником. Столько грехов. И он говорит, если ты хочешь покаяться. Тебе надо встать на колени. И вы знаете, я... Я не задумываюсь. Мне почему-то это было тогда легко сделать, потому что я находился в состоянии сокрушения. Я помню, что я рухнул на пол. И я просто зарыдал. И я плакал, я рыдал там. И я с ревах, ревах. Потому что Дух Святой коснулся мечту. И он говорит, повторяй за мной вот эти слова. И если сегодня есть у кого-то желание вот эти слова произнести вместе со мной. Пожалуйста, склоните перед ним свои головы. И я хочу сегодня вас попросить, хотя бы на одну минутку встаньте на колени перед Богом. Потому что мы сегодня читали эту историю. Они встали на колени и потом даже упали ниц перед Богом. И поклонились Богу единому. И Бог проговорил через пророков. И дал им в тот день великую победу. Великую победу. Господи, пожалуйста, прости меня. Господи, моля Тебя простишь. Просто повтори за мной эти слова. Прости все мои грехи. Прости Ви всички Тими грехове. Омой меня своей святой кровью. Потому что именно для этого Ты пришел. Только драгоценной кровью Иисуса Христа. Я сегодня могу получить очищение. И спасение. Прими меня в свою Божию семью. Будь моим отцом. И дай мне быть Твоим ребенком. Прими меня в свою Божию любовь. Исцели меня, Божий. От всех моих ран. Спасибо Тебе, Иисус Христос. За то, что Ты спас меня. Я признаю Тебя своим Спасителем. И признаю Тебя Богом. Который пришел ради того, чтобы спасти меня. Благодарю Тебя, всемогущий Бог. За то, что Ты даришь мне новую жизнь. Новое сердце. Разбиваешь каменное сердце. И вкладываешь плотяное живое сердце. Теперь у меня будет все новое. В древнее все прошло. Теперь все новое. И мы молились во имя Отца и Сына. И Святого Духа. И во имя нашего Господа Иисуса Христа. Если согласны, скажите Аминь. Небеса радуются. Аминь.